здравствуйте меня зовут федор васильев и я продолжаю серию уроков по виджетом эффекты на ссылках и это четвертая серия урока в этом уроке я для вас подготовил еще два виджета которые позволяют делать уникальные эффекты при наведении мыши соответственно мы такие виджеты используем как кнопки или меню сразу хочу сказать если вы не видели мои предыдущие уроки по схожим виджетом то сейчас на экране вы видите ссылки на эти уроки обязательно посмотрите если вы их не видели и так что же интересно в этих виджетах которые для вас сегодня я подготовил первый виджет я его продублировал сделал как меню смотрите при наведении происходит вот такой интересный эффект идет смена цвета на белый и цвет самого текста кнопка меняется соответственно там на эту кнопку вы вешаете любую ссылку какую хотите следующий виджет который мы с вами разберем он выглядит как просто одна кнопка при клике на нее мы вызываем некое меню которая занимает всю область нашего сайта также настраивайте цвета всего можно выбрать пять пунктов меню если сайт у вас длинный вот сейчас я кручу за ползунок сколько бы я не крутил меню заполняет весь экран мы можем кликнуть по меню перейти на ту ссылку которую указали в данном меню либо же мы можем нажать на крестик у которого тоже меняется цвета и тогда меню плавно уезжает наверх давайте перейдем в адоб news и рассмотрим данные виджеты и так как обычно из библиотеки я вытягиваю виджет начнем сегодня вот с этого виджета и закончим другим виджетом full page навигация давайте зайдем в настройки сразу же и посмотрим что мы здесь имеем первое поле текст это текст на кнопки вы пишете какой-то свой текст там кнопка или там не знаю все что угодно дальше урал ну соответственно та ссылка куда перенаправить человека по клику на данную кнопку удаляете решетку и подставляете свой урал текст color это цвет текста на кнопки видно что сейчас он белый при клике по цвету выскакивает палитра меняете цвет на тот который вас интересует background это заливка нашей кнопки видно сейчас что у нас зеленая также кликаем по цвету и меняем какой-то свой следующие параметры топ и бутон это расстояние внутреннее расстояние если мы сейчас с вами увеличим давайте сразу наглядно чтобы вы понимали где увеличится это расстояние вот так вот увеличилась кнопка то есть внутреннее расстояние сверху от текста и снизу нас увеличивается смотрите следующее поле right and left это то же самое только слева и справа внутренние отступы такой же будет отступ я возвращаюсь здесь назад 10 пикселей а дальше background hover но этот цвет кнопки при наведении у нас она уже белая поэтому при наведении давайте сделаем серый соответственно текст color hover этот цвет текста при наведении мыши также давайте его изменим с красного можно взять красный и сделать его как-то потемнее немножко дальше что мы еще можем сделать мы можем работать с размером текста и со шрифтом текста выделяете данную кнопку выбираете инструмент текст и обычным способом вы выбираете например размер вашего текста если вас не устраивает размер текста до уменьшаете или увеличиваете и таким же образом вы можете задать любой шрифт вашему тексту на кнопки давайте сразу посмотрим в браузере все ли у нас получилось вот видите при наведении кнопка сменяется на серый и цвет текста тоже меняется сейчас у меня так получилось что верхний отступ больше чем нижний хотя вот здесь примере вы видите я делал здесь все равно вот сменил шрифт и текст у нас расположился по центру кнопки то есть играете со шрифтом принципе текст не должен съезжать вниз или вверх он должен быть посередине в принципе об этом виджете все как дублировать вы должны уже это уметь делать например если вы хотите сделать меню из нескольких кнопок переходим к другому виджету данный виджет я удалю переношу виджет на холст и давайте рассмотрим данные настройки то есть смотреть сначала мы произведем здесь все настройки которые нам нужны смотрите меню background color вот все эти цвета это они будут отображаться когда меню выскакивает сверху то есть цвет для тех кнопок которые занимают всю область экрана и background сразу видно у нас стоит такой нежно такой голубоватый это не белый цвет также здесь менять цвет который вам на который вам нужен меню background hover color этот цвет кнопки всей кнопки при наведении я просто грубо меняю цвет чтобы вы понимали визуально потом когда будем смотреть предпросмотр где и как это работает меню line color это линия как бы между кнопками цвет ее мы меняем также например вот на серый поменяем чтобы тоже вы видели меню item color и close button color вот close button color это цвет красной кнопки крестика закрыть а этот цвет а самого крестика давайте сделаем зеленый чтобы увидеть как это где работает ну и дальше все просто у нас в виджете доступно всего пять меню то есть больше мы не можем сделать мы можем сделать меньше да то есть если удалим например текст на кнопки и удалим не будем ставить я не какую ссылку здесь уже все просто значит давайте с самого верха просто пишите это название кнопки я пишу просто меню нажимаю enter и дальше то же самое по аналогии удаляете решетку и вставляете любую вашу ссылку до который вам нужно видеть в данном меню и следующие поля это все по аналогии меняйте следующая кнопка название меняйте есть ссылку и так далее 3 4 и 5 меняйте в общем здесь все например вы подготовили все значит меню это сворачивается виджет можете куда-нибудь в край поместить вашего холста его все равно видно не будет дальше что вы делаете вы берете инструмент текст и рисуете кнопку то есть делайте как ее хотите там закругленные углы текст на кнопки пишите делайте свойства кнопки там при наведении какой будет цвет то есть кнопку полностью сделайте так чтобы она вам нравилась после чего мы с вами продолжим работать и так я сделал кнопку вот такую вот обычный из текстового фрейма да смотрите что мы делаем дальше сначала обязательно убедитесь что вот этот виджет он у вас находится на самом верху чтобы он перекрывал все элементы на вашем сайте выбираем из контекста меню упорядочить дальше переложить вперед у меня только на задний план и переложить назад потому что я уже его отправил на передний план он у меня на самом верху что и нужно сделать вам это первое чтобы у нас все работало нам нужно нашей кнопки придать магическое слово в стилях графики что вы делаете вы выделяете сначала вашу кнопку уже заранее то есть полностью готовый то есть чтобы вы ничего потом не меняли цвета чтобы вас все удовлетворяло значит сделали кнопку выделяем идем у меня это находится вот здесь у вас может находиться где-то в другом месте то есть вы должны в мьюсе найти стиле графики вот я сейчас открыл его здесь потом вы кликайте вот здесь вот создать новый стиль появляется здесь такая строчка стиль два раза левой кнопкой мыши кликаем по слову стиль и вот здесь вы должны удалить слово стиль и записать вот такое вот магическое слово вот внимательно смотрите mf черточка меню то есть без этого меню работать не будет так сделали разработчики то есть вот это специальное слово за счет чего будет работать наше меню значит вписываем его суда и нажимаем окей принципе у нас все готово давайте убедимся в этом перейдем в браузер и посмотрим все ли у нас работает вот смотрите кнопка работает у нас не хватает здесь пальчика да но нам нужно так сделать чтобы кнопка никуда не вела при этом при наведении на нее был пальчик смотрите что мы делаем мы выделяем данную кнопку идем добавить или фильтровать но мы не пишем никакую ссылку мы просто ставим решетку и enter все ссылка кнопка никуда нас не поведет но при наведении пальчик будет и давайте посмотрим вот при наведении видно что срабатывает пальчик кликаю у нас выскакивает меню и вот о чем я говорил смотрите вот цвет смена при наведении желтый мы делали цвет менюшек у нас зеленый я извиняюсь я здесь немножко напутал с цветом ведь у нас цвет зеленый а это текста на кнопки до смотрите в настройках когда я говорил про close цвет то есть крестик на кнопке на самом деле меню и там color да это у нас цвет текста на кнопке то есть у нас меняется close бутон color цвет именно кнопки то есть самого крестика цвет у нас не меняется вот если только мы изменим цвет самой кнопки бутон например черный давайте еще раз посмотрим кликаю видите вот кнопка close она нас черная сам крестик у нас белый вот такой симпатичный виджет он рабочий я его потестировал меню работает крестик закрывает данные виджеты я поместил в один архив вы сможете их скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео надеюсь уроки для вас были понятны и полезны увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг печь сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делайте лендинг печь делайте их круто а